Забавненько Большие дебаты Эволюция vs Креационизм Соколов vs Буфеев Блядь, я надеюсь не тот Даун Соколов, который Реально даун Александр Блядь Многие считают, что мир держится на трёх китах Наши реквизиторы Уверены, что он держится на двустороннем Скотче. Это большие дебаты Будет жарко Блядь Блядь, это же Александр Соколов Ладно, ещё Панчин, понимаете Панчин ещё хоть как-то затащить может Но, блядь Сейчас чувствую, проёб будет у пацана Просто автопроёб Здравствуйте Здравствуйте, я Соколов, Александр Ещё Леонна отказала, что теория Дарвина победила Косточку принёс Я принёс косточку, смотрите Она истинна Аааа, блядь, чё-нибудь такое Проходили в школе Но в двадцать первом веке Время научной науки, да Входит в моду креационизм Или по-другому Теория разумного творения О том, что мир Создали высшие силы Или попросту Бог Бах 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 Я вышел на улицу Вижу гангстера Достаю пистолет И делаю Бах 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 Блядь Ладно Сайта Anthropogenes Точка Ру Человек Произошел от обезьяны Это случилось в Африке И подробности Чувак, блядь Человек не произошел Не от обезьяны Человек произошел От общего предка Нахуй отсюда, блядь Иди И не появляйся Здесь больше никогда Пиздуй отсюда Просто в школу Назад Долбоёб тупой Этого процесса Учёным хорошо Известны И нужно просто Принять этот факт И радоваться жизни Просто, блядь С первого же тейка Обосрался Просто, блядь Вышел и обосрался Нахуй Сразу Охуеть Молодец, блядь Супер Круто 10 из 10 Единственный священник Который рискнул Выступить против науки И защитить теорию Разумного творения А значит Честь и достоинство религии Ну, блядь Конечно же Священник должен выступать Хулишь Это протеерей Константин Гуфеев Слышь Э, бог Блядь Вшёл Блядь Блядь А, это дед, блядь Сука, я его знаю Известное его происхождение Из самого достоверного источника Блядь, почему его везде На эти споры зовут Он же тупой Он абсолютно тупой Короче Священного писания Из библии Есть ли у учёных Стопроцентные доказательства Теории эволюции Именно об этом Мы спросили у случайных прохожих Какой у них взгляд На сотворение мира Ооо, и случайные прохожие Нас очень сильно интересуют Давайте Он уже был несколько раз Дед Я думаю Мы произошли И все люди произошли От обезьяны Я думаю Если Бог есть Он что-то больше создал То есть Мы и так уже По большей эффекту Не, ну Боба верю Но Всё-таки Эволюция Никогда не задумывалась На эту тему Но могу предположить Что всё-таки Бог Бог создал Я думаю Что факт Что мы произошли От обезьяны И факт Что нас создал Бог Они не взаимоисключающие Я думаю Что мы все Единая часть Плохо думаешь Ха-ха-ха-ха Очень плохо думаешь Мир Единая часть Энергии И мы Абсолютно взаимосвязаны Он вроде с кем-то дебатировал И там были просто Тотальные высеры У деда Наш режиссёр Редактор и продюсер Уверены Что у них есть Общий предок с обезьяны Я тоже с этим согласен Однако у Дарвина Проблемы начались Почти сразу Как только он Свою теорию Опубликовал Первый тираж Происхождения видов Появился в 1859 году И разошёлся Чуть ли не за день И всё Из-за скандального тезиса Человек Сродни животному В 1922 году Появилась теория Намагенеза В ней говорилось О неизвестных силах И заложенных в организмах Программах Которые якобы И заставляют Всё живое развиваться В 1970-х Возникла теория Нейтральных мутаций То есть Виды по ней Меняются Как бы случайно Ну и современный Мейнстрим Синтетическая теория Эволюции Она объединяет в себе Генетику И дарвинизм Есть ещё Пунктуализм Который говорит Что эволюция идёт Не долго и медленно А скачками 99% Своего существования Вид находится В одном состоянии Видов И никому не удавалось Толком справиться С Дарвином А вот религия Живёт и процветает Однако у католиков Случился сбой Папа Франциск Признал теорию эволюции Ну дебил Чё могу сделать Поехали дальше Надо сказать Что фронт Пролегает не только В области науки Но и в области Человеческой морали И мы сейчас В этой студии Приступим к дебатам И надеюсь этот вопрос Выясним Вряд ли что окончательно Но по крайней мере Попытаемся Итак Уважаемые гости Вопрос заключается Следующим образом Почему И как На планете Земля Появился человек Обращаюсь к Александру Борисовичу Вам слово Сейчас я Александр Александрович Отвечу Я не знаю Как Почему Когда Зачем Появился человек Но я сомневаюсь Во всех существующих Теориях Включая Теорию эволюции По крайней мере Я не видел Как человек Появлялся Из общего предка Я не думаю Что у нас есть Сто процентное Свидетельство Этого Я не думаю Что генетика Даже что-то доказывает В данном случае Хотя генетиком Не являюсь Ну Заставлять меня Разбираться В генетике На мой взгляд Это было бы Немножко странно С учетом Что у меня Много других Специализаций Прочие доказательства Эволюции Я считаю Не стопроцентными То есть Если убрать Генетику В которой Я не разбираюсь И не хочу Особо разбираться Мне довольно-таки Лень это делать По все остальные Доказательства Хуйня полная Ну то есть Мы находим Кости На разных уровнях В общем-то Под землей Это нихуя не значит Не значит Что кости Которые очень похожи Друг на друга Отчасти Как будто бы Они переходили Одна в другую Это не значит Что они реально Переходили Может быть Бог создал Много подобных Существ Друг к другу То же самое Аргумент К проклятому Этому эмбриону Тоже ничего не значит Ну просто эмбрион Каким-то образом Развивается Вот так вот Что там еще Кости 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 Эмбрионы 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 Ну изучение Живых Созданий Современных Тоже Их Некоторые Сходства Ну тоже Такой себе Аргумент Честно говоря То есть Почти все Аргументы Они Умозрительные Кроме Возможно Генетического Но я С ним Спорить Не могу А все Остальные Под сомнением У меня Находятся Вот Весь Диапазон Полностью Сомнителен Для меня Весь Диапазон Аргументов Ну и Генетический Ввиду того Что я вообще В этом не Разбираюсь Даже близко Я Если позволите Начну с такой Аналогии Из области Физики Как ни странно Сударственно Никто Никогда Не видел Электронов Например Я Вчера Специально Разомал батарейку Посмотрел Микроскоп Нету Электронов Поэтому Поскольку Никто их Не видел Можем считать Что Учение Об электричестве Это Не наука А вера Нет Учение Об электронах Вера Чувак Ты постулируешь Что есть Какая-то Хуйня У нее Есть определенные Свойства Мы эту хуйню Никогда не видели Мы свойства Выделили косвенно Если ты веришь В эту хуйню Да Это скорее всего Какая-то вера Электричество Это не отменяет Электричество Это феномен И вообще Я отказываюсь верить Что такие красивые явления Как молнии Красивые Допустим Да Чувак Ты идиот Блядь Ты путаешь Феномен И теорию Ты путаешь Опыт И теорию Блядь Ты тупой Блядь Ты не понимаешь Как методология Работает Ты не понимаешь Блядь Как исследования Работают Уходи отсюда Нахуй Тебе здесь не место Северное сияние Возникли В результате действия Неких невидимых И недушевленных Частиц Логично предположить Что это Дело рук Громовой Феи Это такое существо Кельтской Мифологии И из уважения К мудрости Древних кельтов Я отказываюсь Верить в электроны Окей Все Будь будет Фея По хуям Нормальная теория Аналогичная Электронам Теория абсолютно Аналогичная Электронам В таком случае Если у тебя Других доказательств Нет Вообще без разницы Фея Или электрон Одно и то же Тогда Если ты не Предъявляешь Других доказательств Иди отсюда Нахуй Короче Аналогия не работает Это на самом деле Была такая иллюстрация Некоторых Ненаучных подходов Аааа Ну Которых хотелось бы То есть ты на своем Примере Проиллюстрировал Ненаучный подход Да действительно Это ненаучно было В дискуссии избежать А вот если Серьезно Я действительно пришел сюда С сознанием того Что человек Возник Революционным путем Обезьяны И естественно Я жду вопросов Как я буду Это доказывать Поэтому Чтобы не быть голословым Я кое-что Принес Позволите Не с пустыми руками Так это даунская Хуйня цена Абсолютно Ну то есть Она не работает Александр Борисович С маленькой коллекцией Так Я вас познакомлю Блядь Да в жопу твои кости Засунь себе в анус Эти кости Не работает Может этих хуйней Вообще никогда В жизни не было Бог блядь Щелкнул И они там появились В нужном порядке Кости он блядь Достает В жопу твои кости Нахуй вообще Вообще ничего не доказывают Чувак блядь Кости нахуй блядь Это за химиантропчатский Это RDP Tech Пока вы выставляете Можете комментировать Что это такое Ну это Собственно Некоторая небольшая часть Тех находок Которые сделаны Были антропологами За Ну можно сказать За 20 век За началом 21 Так Пусть пока подождет На планете Да блядь Да ты просто Просто любые черепа Выставь в таком порядке Обыватель нихуя не поймет Что они даже похожи Блядь Просто череп Хуя блядь Мордышки Хуишки Блядь Там крокодилы Хуидила Блядь Скотидила Нахуй И все И он будет на него смотреть Такой О нихуя себе Реально что-то Там какой-то порядок есть Заебок просто Просто супер Блядь Юноша Миллион Восемьсот Тысяч Лет Да Я такой молодой человек Есть такое крошки вселенной С вашей трактовкой Можно и согласиться Причем это да Это не кости Блядь Это окаменелости Нахуй Это блядь Даже не кости Это может быть Просто блядь Ёбаные камни Короче И все Я просто принес Вот эту небольшую часть Того Что найдено Палеонтропологами Чтобы показать Что действительно Палеонтропологи без дела Не сидят Они работают на раскопках И за последние сто лет Чувак Ты хуя Ты их тащил вообще Они нихуя не доказывают Ты понимаешь Что вот Вот этого Вот мало Вот этого Вот мало Это просто индукция Причем Может быть Даже не связанная Множество свидетельств Эволюционного происходения человека Он бы сейчас Блядь Достанет тебе иконы И разложит их В порядке увеличения Там Вот икона Там не знаю Святого пророка Хуирока Там вот эта Икона Там матери Хуятери Там святой Великая Это икона Побольше Это Иисус Христос наш А это икона Отца Там сына Святого духа Там не знаю Святой тети Святого дяди Святого бабушки Святой дедушки И всех остальных Короче Вот она самая большая Вот тебе блядь Тоже эволюция Соответственно Креационистская Как тебе такой Илон Маск Абсолютно одинаковый Уровень доказательства Короче Был бы Ну лоу Счет идет на сотни Вот я Хочу сказать Что находите То есть Вот эта штука Это не доказательство Это ну Довод Это небольшой довод В принципе Вот мы можем их выстроить Вот этот ряд Костей Никак не противоречит Эволюции Ни в коем случае Но ее не доказывает Причем Настолько не доказывает Что ну просто Можно него забить Делаются каждый год То есть вот Например вот это Это вообще находка 2017 года 2017 год Это Кения Приехала к нам Неделю назад Как я уже сказал Зовут Олеси Это детеныш Древней человекообразной обезьяны Ему 13 миллионов лет Вот другое дело Что люди про это знают Крайне мало К сожалению Я имею ввиду люди Да конечно Блядь Мы очень мало знаем Вы эту хуйню Достаете просто Из своих трусов Каждый Блядь Каждую передачу Просто Ого Вот это Олеся Вот это хуеся Вот это еще Какая-то хуйня И каждая передача Вы достаете Всю эту хуйню Никто блядь Не знает Кроме вас Про эти кости Далеки Просто чтобы сразу Вопросы многие отпали Значит Теория Дарвина Эволюционная Не говорит Что человек Произошел от обезьяны Она говорит Что и у обезьяны И у человека были общие предки Не совсем так Но вообще Начнем с того Если уж хотите Про это поговорить Теория Дарвина Она объясняет Происхождение всего живого Вообще Человек Его блядь Подъебали только что Он типа не заметил Это частный случай И на самом деле Дарвин Дарвин И написал Происхождение От обезьяны Часто говорят Что он говорил Общий предок Но этот общий предок Он тоже был обезьян Только древний А ну ладно Значит я обосрался Значит я наверное обосрался Хотя обычно Атеисты Типа Подъебывают Общим предкам Это показано Не только Палеонтология Об этом говорит Например генетика То есть например Сравнение геномов Человек и шимпанзе Показывает Что они совпадают По некоторым оценкам На 98% Но совпадение генов Если аргумент Только в совпадении Если аргумент Только в совпадении генов То это такой же аргумент Как и совокупность Вот этих вот костей Которые перед тобой лежат То есть это тоже Так скажем Индуктивный Индуктивный критерий То есть мы в генах Не видим Не знаю Всей раскладки Развития человека Обезьяны И так далее И так далее И так далее То есть получается Мы просто смотрим На совпадение Ну бог мог создать Двух разных существ С очень похожей ДНК Например Без какого-либо Без какой-либо эволюции Просто раз Два Там не знаю Человек Обезьяны Там все разновидности людей Все разновидности обезьян Создал Никакой эволюции Нет короче В данный момент Никакой Ну как никакой Только там допустим Какая-нибудь микроэволюция Но генетики тоже Начнут выебываться Опять же Насрать на них Как обычно Ну в общем все Я вам еще раз повторю Если суть Только в совпадении Оно Ничего Не значит Щелчок Бог создал Ген как Не знаю Базис для создания Живого существа Пусть будет Вот вам вид Абсолютно уникальный Замечательный Классный Господь бог Бог могущественный Все сделал Шимпанзе Настолько близко Человеку Биохимически Кровь можно переливать От человека Шимпанзе И обратно И такие опыты Охуенно Это ни о чем не говорит Бог создал шимпанзе Для того чтобы Можно было переливать кровь Людям Все Ставились еще В начале 20 века Короче говоря Сейчас Это бог сделал Чувак Чтобы можно было Переливать людям Кровь шимпанзе Ты не понял Просто Отрицать Эволюционное происхождение Всего живого И в частности человека Можно Как мне кажется По двум причинам Одна причина Это просто отсутствие знаний Охуенно Клевая риторика Чувак Слушай Подтверждать Существование Эволюции Сейчас Можно только В одном случае Это отсутствие знаний А второй случай Отсутствие ума Блять Все Ну такая же риторика работает Это дело поправимое Вторая причина Она идеологическая Религиозная Скажем так А я не религиозный человек Я абсолютный скептик Че мне делать Ты неправильной причины Даже назвал Как так Как так Че делать Потому что Происходить от человека Происходить от обезьяны Человеку Никого Не престиж Не мне похуй Хоть блять От крысы Вообще плевать Хоть от свинога Хочется каких-то Более благородных Предков Но наука Она не ставит себе целью Удовлетворять Чьи-то амбиции А ну-ка Оперирует фактами Например Вот только что Был расшифрован геном Древнего человека С территории Британии Оказалось Что он был чернокожим И вот не всем это понравилось То есть Как же так Вот так Он был темнокожим Древний британец Да Он был темнокожим Ну и вообще Все данные говорят Что древнее население Европы Оно темнокожее И голубоглазое Что интересно Такое необычное сочетание Признаков И вот надо принять этот факт Как факт Очень сложно Ну Принять факт Как факт Кто-то где-то Что-то Когда-то Исследует Я должен доверять Определенной секте Людей Просто потому Что Просто потому Что я не знаю Почему И при этом Вы еще делаете Далеко идущие Выводы По поводу эволюции Не можете ее доказать И показать Хоть как-то Более-менее четко Понятно И однозначно Чтобы сомнения Все отпали Упс Причем понимаете Я до сих пор Еще на козыре Не вышел Про то Что весь мир Может быть симуляцией Тогда все процессы Внутри нашего мира Являются Неестественными Я еще даже Козыре не использовал Понимаете Что Чтобы вы понимали Я могу буквально Щелчком всю науку Отменить Вот так вот Бух Просто Тут уже другой вопрос Мне даже не нужно Применять козыри Отец Константин Ваш вопрос Вопрос такой Нас объединяет С вами уважаемый Александр Вера Наличие фактов Оспаривать Достоверность Этих вот Представленных черепов Конечно Никто бы не стал Людей разумных Хомо сапиенсов Но нас с вами разделяет Интерпретация этих фактов Я согласен с тем Что тут есть Симпатичные обезьянки И есть наверное люди Вопрос вам В связи С этим Такой Где же В этой Поставленной коллекции Перед нами Собственно эволюция Мы видим набор Раз два три Четыре пять Шесть семь Восемь девять Десять И еще там небольшая кучка За столиком Причем здесь эволюция Да и какая-то кучка Причем здесь эволюция Из чего вытекает Из чего вытекает Что этот родил этого Этот родил этого А тот родил В каком-то поколении того Это не очевидно Отвечайте Если можно Абсолютно согласен Идея эволюции Она вообще Дед правильно говорит Очевидно Если бы она была очевидной Люди бы дошли до нее Гораздо раньше Вот и здесь как раз В чем прелесть науки В том что она В том что мы дрочим На определенный метод Который мы не проверили И взяли из философии Рандомно И поклонились На коленях Короче перед ним стоим И воспроизводим Да вот в этом прелесть науки Я знал Я знал Да так и есть Позволяет делать Некий прогноз Так вот Идея о происхождении Человека от обезьяны Она была выдвинута Тогда Когда ничего из этого Еще найдено не было И этих нахо Ну допустим Идея эволюции Именно по прогнозам Совпадает с теорией Того что бог создал Огромное количество существ Намного больше Чем у нас сейчас Присутствует в мире Вот Вот вам прогноз Тоже создали И распределил Вот эти вот Все окаменелости Или живых существ Всех в определенном порядке Вот вам прогноз Можем делать Такой же как теория эволюции Мы можем просто Подогнать Теорию креационизма Полностью Под теорию эволюции И делать абсолютно Такие же прогнозы Ну да ладно Кодек могло не существовать Уже после того Как была Стоп Сейчас Давайте так Давайте я вам так Объясню У нас есть определенное Количество фактов Эти факты Мы можем объяснять Бесконечным множеством Разных способов При этом мы Из этих способов Можем подобрать Те которые Наиболее хорошо Прогнозируют Их скорее всего Будет тоже Достаточно много Все Наук Наук Соси Короче Поехали дальше Предложена идея Происходить человека Более того Происходение человека В Африке Более того Африканских Челкообразных Обизион Были сделаны Ряд находок О чудо В Африке Ну охуенно Откуда мне знать Что это так Во первых Я не исследовал Данную проблему Поехали Клевые доказательства И которые Они не просто Мы видим Ники ряд Есть еще и хронология Я знаю что Вы будете Оспаривать Идею Я знаю ваши доводы Вот Но Здесь есть еще И хронологический ряд Потому что Начинаем мы От 30 миллионов лет И заканчиваем мы Практически Ну почти современным Хомо сапиенс Которому 160 тысяч лет Это вот эти Мазаичная форма Вот как бы Так причудливо Сочетаются признаки Мы не находим Например гибрида Человека и осьминога Вот если Ну и че Это ни о чем не говорит Это просто Играет ворса То он Почему бы ему Не сочетать эти признаки В любой комбинации Ну потому что Еди нахуй Все Все блять Пути господни неисповедимы Пошел вон Не находим Например гибрида Просто смотрите Контур аргумент В духе А почему бы Почему бы и нет Блять А почему бы и нет А почему бы и да Все Иди отсюда Короче Птицы И Челенистонога Какого-нибудь паукана А мы находим Переходную форму Между птицей и рептилией То есть Эволюционная теория Предсказывает Какие переходные формы Могут существовать Какие не могут Ипулянта Мы можем создать Креационическую теорию Которую будет Находить переходы В общем-то Эти самые Все Сосай Пошел вон Это подтверждает Это подтверждает Генетика еще Отец Константин Теперь ваша точка зрения И потом будут вопросы Уже Александра Я совершенно не убежден В том что Александр А Бог как абсолют Или как некое существо Высшего порядка Абсолютно без разницы Здесь Самое главное Чтобы у Бога Были определенные свойства Первое свойство Бога Которое нам нужно Чтобы он мог воздействовать На естественный мир Не естественно Сверх естественно Да воздействовать И во-вторых Чтобы его было Крайне трудно обнаружить А лучше невозможно Обнаружить Тут не важно Какого смысла Бог абсолютный Или как высшего порядка Или множество богов Таких тоже Существа высшего порядка Или инопланетяне Шуепланетяне Там Духи Шмухи Мухи невидимые Какие-нибудь Единороги Шмидинороги Мир магии Космоса Если что-то Вот это вот есть Наука уже может Значительно Как-то вот Ну Выдохнуть И признать Что она познать Ничего толком-то И не может Потому что На ту же эволюцию Ну на то же изменение видов Могли воздействовать Не естественные силы Как говорит наука Как утверждается В теории эволюции А Магические силы И может быть даже Не было никакой теории Никакой эволюции Не было Соответственно Может быть просто Вжух Мир магии Возник там 2000 лет назад Из ничего Из мирового хаоса Ну вот Все что мы видим Просто вот так вот Получилось И окаменелости Те же там же Оказались То есть мы можем Придумать Неограниченное Множество Объяснительных Теорий В разной степени Нарушающие Бритву Акама Но все они Многие из них По крайней мере Мы можем привести К такому состоянию Что они будут Давать прогнозы Хорошие Ну да ладно Слышал По простой причине То что Теория Так называемая Лучше сказать Гипотеза Существовала Донахождение Блять Да не лучше Нахуй сказать Гипотеза Чувак Блять Это все Эволюция Это охуенная Большая Сложная Теория Которая Работает С огромным Количеством Фактов И не противоречит Этим фактам Это пиздец Какая большая И сложная Нахуй работа Это хорошая Классическая Охуенная Научная теория Одна из лучших Блять Блять Базар Фильтруй Просто Дедушка Гипотеза Нет Это хорошая Научная Теория Другой вопрос Что она сомнительна И наши вот друзья Ученые Не могут что-то Вот никак Нормально Начать все Объяснять И мы их Постоянно будем Подлавливать Видимо Вот на такие Интересные вещи Ну Ну Не может Он Ну просто Вот не может Стоит Там Мнется Косточки Принес Там Гены Какие-то У него Неожиданно Оказывается Они просто На совпадение Генов Смотрят Но при этом Это хорошая Теория Она объясняет Очень много Фактов Она работает С большим Полем Исследования Она работает В рамках Научной Методологии Это хорошая Научная Теория Супер Биг Офигенная Сайенс Лучше Лучше Наверное И нет Вот этих Черепов Это верно Гипотеза Или теория Как вам Больше нравится Происхождение Человека От иных Существ Известно От первобытных Еще людей Называется Тетемизм Происхождение Человека От некого Другого От дракона От рыбы От обезьяны И так далее Только Тетемизм Это магическая Концепция А не естественная Отличие Научной Концепции Заключается В том Что в ней Внутри В науке Находится Естественная Установка То есть Наука Не допускает Что какие-то Боги Шмоги Маги Хуяги Они берут И создают Из нихуя Какие-то Штуки Животных И потом Меняют их Со временем То есть Если бы это Было так И даже Происходило Некоторые Изменения Это была бы Не научная Теория Может быть Даже и Эволюция Но не научная Абсолютно Так что Здесь Наука С одной стороны Ограничена Правилом Тотальной Естественности Мир абсолютно Естественен И работает По своим Законам И только Благодаря Этому Мы эти Законы Можем Выяснить Посмотреть Как он Работает Если Что-то Пойдет Не так В науке Если что-то Из всего Списка Естественных Установок Будет неверно Если вдруг В мире Законы Природы Меняются Если Какие-то Духи Вмешиваются Если что-то Невидимое Незримое Неемпирическое Влияет На наш мир Все Конец Все что Предсказывает Наука Не работает Все что Не работает В рамках Познания Все теории Они обречены На провал И так далее Это просто Простое Логическое Следствие Здесь Спорить В принципе Тоже Ни с чем Поехали Мы имеем Пример Научного Тотемизма Обоснованного Некоторыми Фрагментарными Иллюстрациями Того что Можно накопать А можно Не накопать Да Давай Обзовем Науку Тотемизмом Охуеть Делал Эту гипотезу У них нету Ни этого древа Изящного Ни какого-то Родственного Отношения Вот скажем Отец Вы сейчас критикуете А можно Вашу теорию Я Вот ваша У него свои теории Александр А моего теория Конечно Интерпретация Вот этой коллекции Да Нет Ваша теория Которая полностью Строится на своих Аргументах И Ваши Вот вопрос Как появился Человек Так Стоп Ребят Давайте-ка Так Человек Не обязательно Должен Давать Свою теорию В ответ Научный Потому что Наука Преподается Блять В школах Как достоверное Точное Абсолютное Знание Нахуй То есть Вообще Сомнений Быть не должно Что теория Эволюции Является Истиной Это в школах Преподается Без альтернатив Без каких-либо В общем-то Возможностей Почему он должен Предлагать вам Почему он должен Предлагать вам Какие-то Альтернативы В принципе Критикуя Вашу теорию Да не обязательно Вы Блять Монополию Создали Из чего он должен Предлагать Альтернативы Да ладно Земле Все эти существа Созданы Богом Творцом Который есть Поскольку Бог Сотворил Все Виды Он сделал И обезьян Вначале И людей Человек Это человек Обезьяна Это обезьяна Равно как Выше названы Там осьминоги И все прочие И существа Другой Осьминоги Это осьминоги Человек Это человек Обезьяна Это обезьяна Осьминоги Это осьминоги Моллюски Это моллюски Вот такая у меня теория Ладно простите Руд Единовременно Это было сделано По времени Ну в библейской хронологии Всем известно Это было примерно Семь с половиной тысяч Может это наши зрители Не знают Семь с половиной тысяч Лет назад Семь с пять тысяч лет назад Разумеется Семь с пять тысяч лет назад Было создано Все живое Все живое Все живое Александр Ваш вопрос А то я уже За вас Знаете У меня вот Некоторые выборы Потому что вопросов много Пожалуйста Начните с самого Каверного Я не хочу задавать Каверные вопросы Ну допустим Вопрос следующий у нас скажем человеку необходим витамин c для того чтобы не было никаких неприятностей типа цинги чтобы у нас не было так создал должны кушать фрукты и овощи и вообще большое неведение для человека и для всех приматов ну что большинство млекопитающих витамин c синтезируется организмом у них есть специальный ген фермента который отвечает за символ так сделал бог крутой за грехопадение отомстил нам людям ублюдкам все дела все пошел на кислоту у человека этот ген тоже есть замечу геноме только он сломан в результате мог его сломал он не работает бог сломал и представьте себе точно такой же ген с точно такой же мутации не работающий есть у различных обезьян бог у них тоже сломал почему просто потому что точки зрения эволюции это легко объяснить это когда-то а с точки зрения креационизма это тоже легко объяснить бог так сделал все зачем хуй знает все пока наш далекий предок прото примат на вопрос зачем эволюция так сделала вы тоже ответить не можете потому что эволюции цели нет правильно это просто процесс ну и вот вам тоже бог это просто процесс он без цели сделал такую хуйню ну или вот на вам причина бог взял бог взял и жахнул короче вам вот так вот такую проблемную штуковину потому что почему то почему то просто потому что причины не ищем вы же в эволюции причин не ищете да вот и мы здесь тоже причин искать не будем пути господни неисповедимы до свидания о пытался фруктами прекрасно себя чувствовал не испытывал проблемы за недостатка витамина c и когда у него этот ген сломался в один прекрасный момент у кого-то из линии этих приматов он эту мутацию передал всем потомкам всем обезьянам и нам с вами вот теперь вопрос как бы объяснить это независимым актом творения еще раз наличие одинакового гена с одинаковой поломкой у всех обезьян и у человека мужчин да просто так просто бог блять сделал и все объяснено просто давайте очень просто объяснить здесь не нужно не нужно привлекать гипотезу эволюционного родства от одного к другому или общего предка который дал им эту поломку уже погорит особо гипотеза блять ты почитал что такое теория что такое гипотеза нахуй просто блять взял открыл википедии узнал шпешат смотрю хороший днем к здесь они нормальный секи векс нормальный берешь открываешь википедию например да смотришь теория гипотеза теория допущения гипотеза и такая хуйня которая описывает целую группу явлений и делать какое-то большое общее обобщающие предсказание представление такой-то общий набор вот таких вот данных которые все это объединяет обобщает какими-то словами высказываниями сущностями силами то есть позволяет создать хорошую большую мощную объяснительную модель который может оказаться конечно неверной теория все-таки теория но справляется с рядом функций например предсказательные как и сказал товарищ александр соколов то есть теория эволюции это хорошая качественная теория которая справляется с функцией предсказания она базируется на естественной установке и все классно с ней все понятно что господь влагал идею в существовании разных видов животных растений то некоторые эти идеи совпадали ну как чтобы ходить нужны ноги чтобы смотреть нужны глаза и так далее уши там и прочее поэтому не нужно удивляться там на чтобы пердеть нужна жопа да тело человека она во многом подобно и по внутреннему строению органов и по внешнему проявлению физиологическому некоторым обезьянам который называется человекообразными ближайшие к нам и прочее равно к генетические отличия называли 98 процентов пусть эта цифра будет научно установлена есть отличие шимпанзе и человек теория может терять позиции сам временем и такое нередко происходило в науке особенно физиках да это именно научная теория правильно но он же говорит гипотеза гипотеза это по моему вообще исключительно слова который в науке употребляется только но вы в обывательском дискурсе можете это слово употреблять но слова гипотеза но внутри научной методологии в основном циркулирует слово теория мы можем услышать как и у платона и у аристотеля теория теос теос бог по сути это учение о боге определенная теория понимаете в чем дело изначально да потом она трансформируется в общее в общее такое понятие слова теория она довольно рано вошло философский дискурс и в общий дискурс и в научный дискурс но гипотеза она как бы вообще но исключительно вот в научной методологии имеет по больше части места она циркулирует в науке по большей части этого сказывания слова но богом же установлена эта разница и волшебцы нет не означает что если это разница составляет два процента то они являются родственниками кто сказал что это поломка они специальный замысел кто сказал что это не некая мудрая нам может быть дед вот здесь по аргументам вывозит некоторые штуки он допускает некоторые точечные ошибки которые лучше не допускать но по контраргументам вот он здесь вывез когда понятно но промыслительное действие сердца может это нужно для ума может быть для прямохождения может для чего-то еще тут тишка ученые отвечают и на такие вопросы то что вы сейчас сказали можно и простыми словами скажу так было угодно просто я видел не ролики бесплатно мы не берем она сейчас платный большой ролик а потом мы смотреть аниме и шерлка холмса на гудгейме брос чтобы я вас не спросил у них много вы всегда можете ответить так было угодно создателю мы не знаем это не ответа китая да ладно это уход я просто видел реально транскрипции где теория через тейлс была трактовалась то есть это путь прямо противоположной к научным любое мое предположение начинается с неназываемого такого утверждения поскольку больше чего прямо противоположно научному и что с того чё это мы должны на науку неожиданно дрочить кто это вообще нам сказал кто нам завещал что мы должны безвозмездно просто на науку подрачивать не 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 как хочу так и делаю и ствует как творит 100 кто они больные или просто нормисы любое ваше утверждение начинается с так же не высказанного предположения поскольку бога нет 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 если не приписывать тех слов которых я ничего я сейчас объясню в том что если бога нет то как иначе как эволюционным путем объяснить разнообразие обезьян людей осьминогов и всех прочих они же существуют это факт это факт объяснить его без гипотезы но если бога нет то можно разными способами много чего объяснить даже если бог есть можно разными способами много что объяснить как вот какую бы хуйню не Нес Соколов, пишет Сунадо, для всех зрителей победил именно он. Ну, дед хорошо отконтрил и Костя, и Гена, я честно замечу. Я точно так же их отконтрил. Но, может быть, немножко грамотнее, немножко полнее отконтрил. Но вот дед, он в правильную сторону думал. Ему просто надо более четко обосновать свою позицию, и ее как-то интерпретировать, показать с разных сторон. Тогда было бы хорошо. Дед отконтрился нормально. Дед защитился, по крайней мере, точно. Эволюция невозможна, никому не удалось. Поэтому, предлагая эволюционный механизм в качестве объяснения, мы уже опираемся не на факты, с которыми никто не спорит, а с той идеологией, которая заключается в словах «Если Бога нет, то...» И в каждом вашем случае я эти слова, простите, улавливаю, слышу. Ну вот сейчас рассуждение про «Если Бога нет, то...» Это хуйня полная. На самом деле, отчасти да, потому что мы, следуя естественной установке, мы обязательно приходим к тому, что... Ну да, с татемизмом хуйня была, согласен, все надо. Там у деда много хуйни, много лишнего, много неправильного, но вот от контрил он нормально сейчас. А сейчас начинается уже хуйня полная, в данный момент. Это вам мерещится, он куда-то там послышал. Это же, это же на самом деле, мы же не первые, кто за это взялись, да? Этот спорт был очень давно и существует до сих пор. Конечно. А вот я сторонник все-таки теории эволюции, но у меня к вам вопрос один, отец Константин. А нельзя ли просто было сказать, что Бог создал в том числе и теорию эволюции? В смысле, Дарвин создал теорию эволюции? Да долбоеб, блядь, ты че, охуел? Бог создал теорию эволюции. Бог эволюцию создал в таком случае. Теорию эволюции Бог создал, лол. Кстати, это во многом показательный заход, потому что мне кажется, многие сайентисты прямо думают, что физика, как дисциплина научная, это то же самое, что и природа. Биология, как дисциплина, изучающая природу, это то же самое, что и биожизнь, да? То же, изучающая жизнь биологии, изучающая жизнь, то же самое, что и жизнь. И здесь чувак тоже проговорился, потому что он считает теорию эволюции истинной. А значит, не эволюцию создал Бог, а теорию эволюции создал Бог. И послал нам Дарвина, чтобы он нам это рассказал. Сказать, теория эволюции, да, есть, но ее тоже создал Бог. И вопросы все с ним. Насчет того, что создал Бог и что он не создал. Теория эволюции, она вступает в конфликт с разными религиозными трактовками Библии. Во-первых, с большинством трактовок. Это раз. Это первый пункт. То есть мы либо отказываемся от большей части науки, либо от большей части религии отказываемся. Почти что неизбежно. Мы можем такую религиозную позицию радикальную занять, согласно которой Бог создал эволюцию. Только при таких условиях нам придется очень сильно изъебываться и стараться объяснить ситуацию в духе, там, я не знаю. Вот у нас есть грехопадение. Известно, что животные в раю, они, в Эдеме, они были бессмертные. И люди были бессмертные, соответственно. Но после того, как люди совершили грехопадение, они упали, все стали смертные. И люди, и животные. Вопрос. Ведь мы же верим в теорию эволюции. И мы верим в то, что, в общем-то, Господь Бог наделил всех смертностью в определенный момент, когда люди согрешили. А что с динозаврами было тогда, с предшествующими видами? Почему они, соответственно, ну как они еще, миллиарды лет живые были? И зачем хищникам зубы тогда? Зачем кости им? Все хищные штуки непонятно. Сразу многое становится вообще непонятно. И приходится либо полностью переписывать теорию эволюции, либо полностью переписывать Библию. Ну, то есть мы можем сказать, а, ну это Адам, Ева, древо, вот это все, это все метафоры, это все просто так. Никакого Адама не было, никакой Евы не было, ничего не было, Моисея не было, Иисуса даже не было. Это все аллегории. Можно досюда дойти и сказать, что в Библии это все аллегории. Вообще все христианство состоит из аллегорий. Ну, окей, только тогда от христианства ничего не остается. Ну и такой человек уже вряд ли может быть христианином, который от всего отказался от этого. И с другой стороны, конфликт науки и религии обусловлен тем, что наука исходит из естественной установки. И следовательно, ну, ничто сверхъестественное не должно вмешиваться в процесс простого естественного движения, развития, изменения. Если что-то может вмешиваться в этот естественный процесс, то оно будет мешать непосредственно предсказаниям. Ну, например, если Бог существует и он достаточно могущественен, он может менять законы природы. А если так, он может менять законы природы, которые влияют на распад углерода. Соответственно, радиоуглеродный анализ в разное время, ну, углерод, короче, распадался с разной скоростью. Причем мы не знаем, когда и с какой. И из этого следует, что метод радиоуглеродного анализа не позволяет нам предсказывать вообще ничего. Понимаете, да? У нас есть два пути. Один путь, где законы природы какие-то сверхъестественные силы меняют. Там мы ничего, нигде, никакими методами предсказать в прошлое не можем. И есть путь, в котором весь мир развивался естественно. И законы природы работали всегда одинаково. Согласно этому, согласно этому высказыванию, ну, получается, что никто на наш мир не воздействует. Никаких богов, да? То есть в лучшем случае деизм для религиозного человека это будет. В лучшем случае деизм, а лучше даже атеизм. И, соответственно, ну, вот вам картина такого мира, в котором, очень идеального мира, в котором законы природы не меняются. И, соответственно, углерод всегда распадается по одним и тем же законам. И, соответственно, поэтому метод радиоуглеродного анализа в некотором диапазоне может быть признан хорошим работоспособным и способным к предсказанию. Понимаете, в чем проблема? Если мы допускаем некую метафизику, которая воздействует на наш мир и может менять законы природы, мы мгновенно запрещаем большую часть научных методов. И это, конечно, приводит нас к очень большому, ну, вот такому вот непониманию. Сложно. Цунадо пишет, откуда инфа, что законы природы всегда работали так, как работают сейчас? Это просто вера в философское изначальное убеждение, входящее в естественную установку науки. С другой стороны, если этого допущения не делать, ну, просто науки нет. Просто вот, вот, просто можете отменить всю эволюцию, там, не знаю, все, что связано... Связано вообще со всем, короче. Все можно в науке отменить. Так, архижрец Денис Караев, 51 рубль, спасибо. Я думаю, что если во время клинической смерти электрическая активность в мозгу прекращается, то щел умер. А после реанимации появляется реаниматорский двойник. Где их искать? Есть реаниматологи в чате? Лол, не знаю. Интересная теория? Может быть и так. Я помню, кстати, ваши заходы интересные про душу. И что он мог создать, и чего он точно не создавал. Существует мнение церковно-каноническое, и даже догматическое. Как бы не впасть в ересь. Поэтому предлагаю, предлагаю, не придумывать Всевышнему и Премудрому Творцу то, чего он не делал. Мы знаем, что он сделал. Знаем из его откровения. Приписывать ему действия, мягко скажем, сомнительного содержания, я бы воздержал. Хорошо, давайте. Ну, проблема, да, в том, что нам придется сильно перетрактовывать Библию, и это как бы не очень классненько. В принципе, в принципе, блин, я вообще в принципе не представляю, как можно быть христианином и одновременно верящим в науку. Серьезно, если хорошо разобраться в науке и хорошо разобраться в религии, можно однозначно признать, что они скорее друг с другом не совпадают. Ну, или надо очень сильно извернуться и применить невероятную интеллектуальную гимнастику, чтобы их совместить, и, по-моему, пока ни у кого не получилось. Я читал Теяра, а Теяр не смотрится очень убедительно в этой сфере, несмотря на то, что он теолог и биолог одновременно. Он не смотрится убедительно вообще ни в какой степени для человека, у которого нет изначально веры. То есть он не может убедить вас в том, что он прав. И смотрится как некое очень радикальное извращение двух взглядов, которые скорее малосовместимы, чем хоть как-то совместимы. Я в богословии вообще даже не пытаюсь. Я и предостерегаю от такого вкусу. Хорошо. Значит, друзья мои, первый раунд на этом закончится. Сейчас будет у нас второй раунд. Это «Большие дебаты». Увидимся через мгновение. В эфире второй раунд «Большие дебаты». Я Александр Пушиной. Продолжаем. Итак, в этом раунде я представлю вам цитату третьей стороны человека, который по этому поводу высказался. И попрошу вас прокомментировать и вас прокомментировать. Итак, значит, знаменитый эволюционный биолог Ричард Докинс сказал, «Если взять один общий ген и пару животных с этим геном – кенгуру, лев, кот, лошадь, человек и крыса – посчитать количество отличий в буквах гена, а потом занести это в таблицу, то вы увидите, что данные сложились в четкую иерархию – семейное древо вида. Так будет. Сколько бы вы генов и сколько бы животных не брали для примера. И это есть доказательство эволюции». По сути, про то, что говорил Александр, ну, вы согласны с этим однозначно. И тут надо добавить, что если же вообразить, что мир создан Богом, о чем говорит нам отец Константин, то Бог должен был тогда специально спрятать такую загадку, чтобы намеренно увести на ложный свет. Почему же Господь, создав нас всех, показывает нам вот это все? Можно отвечать? Да, пожалуйста. Докинс – известный атеист, и его нападки на христианство, на Библию… Есть ли нападки на христианство? Я о Докинсе, об авторе этого заявления. Его нападки на Бога, на церковь, на христианство хорошо известны. Но логикой он никогда не отличался. В данном случае я готов уличить этого известного эволюциониста в отсутствии элементарного здравого смысла. Пожалуйста. Где он нашел ту самую связь иерархическую? Есть только россыпь отдельных фрагментов. Но схожесть есть? Ген, конечно, есть, потому что мы все созданы из атомов и молекул, мы все созданы из белка, у нас у всех есть геномы в составе, и у кенгуру, и кого он там еще называл. Но где та связь, которая позволяет говорить о родстве, о неподобии, не о похожести, а именно о родстве. Вот представьте себе, что у меня есть родословие, я знаю свой род до 10-го рода, до 11-го рода моих детей. А есть другой род, там другие имена, другие биографии и прочее. Интересно, мое родство вспоминает не о своих бабушек и дедушах, а не о чужих. А то, что чужие могут с вашими пересекаться, вы в это не верите? Я верю во все, можно допустить все, что угодно. Откуда Докин взял, что они имеют генетическое родство? Это совершенно непонятно. Это просто сказано на расчете, на то, что люди будут просто хлопать ушами и на ура. То есть была создана определенного рода классификация, которая соответствует некоторым фактам и описывается теорией эволюции. Кто сказал, что это классификация, которая создана по большей части на теории эволюции, с учетом теории эволюции? То есть она уже изначально находится под влиянием данной теории и описывает все в определенной иерархии. Кто сказал, что эта классификация является абсолютно истиной, бесспорно истиной? Кто сказал, что мы уж прямо уже точно знаем, кто за кем, куда, из кого появился? Кто сказал, что они именно появились друг из друга, эти виды? Кто сказал, что виды могут друг друга переходить прямо вот настолько сильно, что даже не просто виды друг друга переходить. Потому что понятие вида, понятное дело, косвенно. Понятнее вида, оно достаточно, вот в кавычках мы его можем взять. Вплоть до того, что мы можем из обезьян от обезьяны кровь переливать там себе, свиные сердца себе устанавливать и так далее, так далее, так далее. Докинс в трактовке фактов, он здесь норм, да. Зря он на компетенцию Докинса лезет в биологию, это безусловно. Просто у нас нету причин считать, что виды возникли в данном случае друг из друга. Вот у нас там лев, вот у нас кенгуру, шмингуру и так далее, так далее, так далее. Мы зафиксировали определенную иерархию, исходя из теории эволюции. Мы изначально верили в теорию эволюции, чтобы ее зафиксировать и чтобы составить эту иерархию всю. И теперь говорим, что эта иерархия доказывает теорию эволюции. Но это довольно странно, с одной стороны. С другой стороны, мы не показали, что мы не видели, мы не видели, мы не ощущали, мы не знаем, как одно существо рожало другое существо, а третье существо четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, и что вот именно эти изменения в родословной этих существ привели именно к такому изменению, что там, допустим, из какой-нибудь пони появился конь, из коня появился кит, там прото-кит сначала, а потом супер-кит какой-то, настоящий синий, уже водный, да? Ну вот нет такого. Мы не видим всей этой родословной, мы не можем прощупать эту родословную даже на примере костей. Эта родословная не подробна. Мы не видим конкретно частные изменения, которые происходят в организме. Мы не можем выстроить всю родословную из всех живых существ. На самом деле, скорее всего, вот просто миллиарды, 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 большая часть существовавших костей в мире, они, видимо, исчезли, они были растворены землей, уничтожены. И мы не можем, не имеем возможности проследить за этим. Машины времени мы тоже не имеем. Мы не можем переместиться в прошлое и посмотреть. Следить за животными миллиарды лет, понимаете? Миллиарды лет следить за животными, следить за их изменяющимися признаками. И смотреть, а вот от этого существа произошло. Вот сейчас, видите, у него изменилась вот эта штука, у него появилась какая-то новая косточка, неожиданно. Вот она потом станет косточкой для вот этого существа. Прикольно же, да? Нет, мы смотрим на окаменелости. Окаменелости довольно раздельно друг от друга находятся. И там между каждой окаменелостью, наверное, миллионы лет расстояний, понимаете? А если не миллионы, то сотни тысяч лет расстояния между каждой окаменелостью. И мы смотрим на них. И чё, и чё, да? Просто у нас есть в качестве свидетельства виды, которые разделены друг от друга миллионами буквально лет. И мы говорим, ну вот преемственность, ну она очевидна. Хотя там расстояние миллионолетнее вроде бы, да? Ну да, похоже, но, блин. Больше на эту тему написал. Это просто одна из цитат. У нас, кстати, есть автограф Докинза вот на этом черепе. Прекрасно. Вот, друзья. Я бы ещё на жопе показал автограф Докинза уже. Автограф Докинза. Он успел забежать сюда и в дать автограф? Ну не совсем сюда. Ну хорошо. Александр. В гей-пате. В чём связь? На самом деле, дело ведь не просто в том, что у нас совпадают какие-то части геномов. Это действительно частый довод, что это свидетельство единого плана. Конечно. Это единый план просто. Когда мы берём, начинаем сравнивать эти геномы и видим, что они не просто совпадают. Во-первых, то эволюционное дерево, которое строится по генетическим данным, оно совпадает с тем, которое у нас получается по палеонтологии. То есть это... Плевать. Вот это вот и та генетика, которую мы получаем из современных приматов, они очень хорошо докладываются одна на другую. Во-вторых, во-вторых... Слушайте, вообще, в принципе, давайте я вам объясню ещё одну фишку. Теория эволюции — это естественный процесс. Наука не допускает сверхъестественного. Допустим, происходили некие изменения, но они носили неэволюционный характер. То есть животные не появлялись друг из друга. Допустим, бог просто вжух, вжух пальцем там создавал животных, очень похожих на вот этих вот. И генетически, и, соответственно, палеонтологически. То есть вот у нас динозаврики. Бог сидит такой и думает, да, давайте я ещё одного пиздатого динозавра сделаю. Вжух, новый пиздатый динозавр появился. Очень похожий генетически на другого пиздатого динозавра, но вот они, два пиздатых динозавра, с немного отличными признаками. Бог это сделал, допустим. Всё генетически, и филогенетически, и палеонтологически, всё будет соответствовать теории эволюции, но при этом бог, и никакой эволюции нет. Никакая естественная сила здесь ничем не управляла. Андриас Джапоникус пишет. Мы можем полететь на другую сторону галактики, построить там гигантский телескоп и понаблюдать за землёй в прошлом. Удачи, только надо лететь, будет быстрее скорости света. Да, причём намного быстрее скорости света. И может быть, только тогда мы сможем это сделать. Докинс, это развитие. Докинс тоже примат, не говорю. Про любого абстрактного богатсуна, да неважно. Сейчас абсолютно не интересно мне это. Меня больше всего сейчас интересует немножко подъебать эволюционистов. Докинс тоже примат, поэтому Докинс, в том числе. И мы с вами. Так вот, есть интересные вещи. Например, когда мы берём ДНК, допустим, человеческую, и смотрим, какой скоростью происходит мутация. Мутации бывают разные. Но мы видим, например, что замена одной буквы у ДНК, одного нуклеотида на другой, происходит в 25 раз чаще, чем выпадение буквы, называемая дилеция. Это просто вот некая закономерность, которую можно показать эмпирически. Так. А потом мы берём, сравниваем геном шимпанзе и геном человека. И видим, что при этом сравнении у нас различия, а я о своём, различия в виде замены буквы встречаются в 25 раз чаще, чем различия в виде выпадения. То есть получается, что разница между геномом человека и шимпанзе соответствует особенностям мутирования. Если мы начнём сравнивать, если мы возьмём человека... Ну окей, бог так сделал, всё, поехали дальше. ...шимпанзе, макаку, мышь, свинью и так далее. Мы увидим убывающее сходство. Это не просто сходство, оно убывает в соответствии с тем, как мы знаем, как происходила эволюция. Как Фарис заложил, так и убываю. 7 тысяч лет, правильно? Да, 7,5 примерно. 10 тысяч лет, что назад было? Ничего не было. Вообще ничего не было. Земли не было. Земли не было. Александр, ну я думаю, у вас есть другое мнение. Ну, например, когда делают бурение в Антарктиде или в Гренландии, там есть ежегодные слои льда. И мы можем наблюдать, как ежегодно новый слой образуется. Это по определённой структуре. Это очень чётко видно. В Антарктиде их 800 тысяч, как минимум. В Гренландии их 400 тысяч. Это значит, что 500 тысяч лет минимум снег там слабился. Я могу продолжать, на самом деле. Бог создал всё 7 тысяч лет назад, так как создал просто там, да, все эти слои и прочая хуйня, они были тоже созданы, а палеонтологи просто, ну, не знаю, ошиблись. Да, они излучают, действительно, излучают слои разные, но они ошибаются в том, что это было так давно. Всё. Нет, ну, как мы будем мириться с тем, что есть свидетельство того, что на Земле существует что-то, что присутствует на этой Земле уже более 10 тысяч лет? Этого не существует. А как ты узнаешь, что он существовал 10 тысяч лет назад? Расскажи мне, пожалуйста. Ты телепортируешься в прошлое, может, на 10 тысяч лет и узнаешь? Вот. Дело в том, что все эти методы, они всё равно являются средством интерпретации. Это не факты. Ну как? Ну так, это как раз опять же не факты. Хорошо, динозавры были? Были. Когда? Да никогда, я не видел динозавров. Откуда я знаю, были ли динозавры или не были динозавры? Когда? Ну, наверное, до потопа. Ну, а по времени, если считать? По времени, 5 тысяч лет назад. Ну или динозавры, да? Если мы найдём динозавров и поймём, что их кости уже лежат там несколько миллионов. Так чего вы взяли, что это кости? Это не кости, это шмости, короче. Это каменелости, это камни, блядь. Это просто клёвые камни. Бог создал охуенные камни. Здорово. Здорово, я бог. Я создал этот мир и очень клёвые, прикольные камни, потому что я крутой. Я классный бог, я создаю охуенные камни. Типа, всё. Йоу. Просто вам кажется, что эти камни похожи на какие-то головы, на какие-то, там, не знаю, лёгкие, шмлёгкие, там, тазовые кости, их можно составлять вместе. Но это просто камни. Я бог, и я люблю создавать камни. Я классный бог просто. Значит, мы ошибаемся. Мы неправильно померили. А что? Да, может быть, вы неправильно померили, может, вы неправильно что-то исследовали. Может, у вас изначально методология неправильная была. Тут, как бы, вариантов миллиард, чтобы, как бы, докопаться, но поехали. У вас неправильное виде, очки сфокусированные, телескоп или микроскоп. Без очков. Нет, без очков. Без знамёнков. Я сам хожу в очках, поэтому без знамёнков совершенно. Смотрите, вот, знакомы ли вы с притчей о снежке, которую я в своё время излагал? Она, как физику, будет понятна вам. Да, давайте. Значит, некий мальчишка слепил снежок и бросил в стенку. Траектория, понятно, легко рассчитывается. По параболе он летит, как тело, брошенное под углом к горизонту. Мы можем рассчитать, как будет дальше снежок лететь, допустим, через некоторое время, и как он мог бы лететь по этой параболе из минус бесконечности. Однако смысла никакого там не будет. Так, крошки вселенной, понимаете, в чём дело? Бог дал людям свободу воли, и теперь они могут говорить абсолютно любую хуйню. Потому что реально, снежок дальше стенки не полетит, интерполировать вперёд невозможно. И его не существовало, пока он не был слеплен. То есть ничего, ни день назад, ни сто лет назад, ни миллион, где-то просто не было. Точно так же, Бог, только не из снега, как мальчишка, а из ничего. Слепил этот мир. У него есть не день назад. Сейчас, 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 сейчас. Я отвечу. Логику я поняла. Это я тоже отвечу. Поддайте образ, чтобы не ломать. А теперь про снежок. Короче, смотрите. Жил-был Бог, и жил-был я. Бог мне говорит, а хочешь, я тебе слеплю снежок из героина? Я говорю, да, хочу. Бум, блядь! Вот так, господа, полицейские, снежок и оказался у меня на лице. Я не виноват. Господь Бог это сделал. Не арестовывайте, пожалуйста. Ладно. У него есть начало, это у него есть конец. Мы можем сколько угодно эволюционными гипотезами экстраполировать назад на миллионы и миллиарды, вперед, там как угодно. Пусти Господи неисповедимы. Кого смысла это просто не имеет? А дальше, как уже объяснять, что там за слои? Где? Где в Сибири, а где в Антарктиде, а где еще? Это уже другая тема. Если пошел такой разговор, я буду задавать предметные простые вопросы. Я тоже. Значит... Я тоже, блядь. Ой, блядь, сейчас он тоже будет, да? Всемирный потоп. Я тоже. Да? Ной, ковчег, это все было. Так, как написано в Библии. Ну, конечно, было. Ной взял каждой твари по паре. То есть он взял, например, пару бычок и коровка к себе в ковчег. Да? Это были чистые, их было семь. По семь. Ну, хорошо. Короче говоря, существует несколько сотен специфических паразитов коров. Крупного рогатого скота, которые живут только в коровах. Причем у них хитрый жизненный цикл. Коровы должны испорожниться. Это должны съесть улитки. Корова должна вместе с травой съесть улитку. Причем жизненный цикл у них не год, а потом у нас... Так, как бы, чувак, бог сделал всех животных в этом, в Ной в МК общеге бессмертными. Пойл? Пойл, чтобы Ной не волновался, он просто сделал всех зверюшек бессмертными и нормас. Сосай. Год шел, да? Длился. Вот. 40 дней, например, жизненный цикл. Вот возникает вопрос... Ну, сик ювекс, у них догма что может? То есть свобода воли это специфическая для христианства догма. Вот в исламе, например, свободу воли отменили, потому что... Ну, вот в исламе бог слишком крутой, вездесущий, могущественный, всевидящий и классный. Там были споры про свободу воли, но сторонники свободы воли скорее проиграли, чем победили. Ну, есть Ашарит. У Ашаритов довольно интересная позиция по свободе воли. Она как бы есть, и как бы ее нет. Бог как бы и всемогущий, и всеведущий как бы все знает и всем поливает на вашу свободу воли, но как бы немножко похитрее. То есть у него получается эти коровы, каждая была нашпигована парами этих паразитов. Причем они есть для кожи, под кожей, в мозгу, в глазах, в желудке, во всех органах. И многие из них приводят к быстрой смерти животного. Ну, вот простой вопрос. Объясните, пожалуйста. Только вот... Я понимаю, что... Все получается так, да, окей. Сказать, так было угодно Творцу, это ответ на любой вопрос. Хотелось бы услышать что-то еще. Ну, ты ваша идея. Если вы спрашиваете о том, что было в ковчеге у правоса нашего Ноя, то подразумевается, что ответ должен быть какой-то божественный. Сам потоп... Вопрос. Почему они не берут на споры какого-нибудь реального креациониста, который всю жизнь свою потратил на то, чтобы защищать позицию креационизма? У которого реально есть ответы на все вопросы, который реально может все контрить, который реально может как бы отвечать, у которого отработана схема. Почему они берут просто шуе дедово, который интуитивно кое-что отбрасывает, что-то отбивает, да, а что-то наоборот просирает? Причем просирает он довольно часто, если так посмотреть. Ну, видно, что чувак непрофессиональный, и с фактами он просто впервые видит кости, впервые видит там гены и так далее, и так далее, и так далее. Он является действием Бога. Он должен быть убедительным. Да, я сейчас скажу. Со мной является персонажем, вовсе не случайным, а таким тоже и прообразом Христа, и спасителем. Я не буду ныть. Зачем ты сказал? Со мной. Ну, прочее, чего еще? Поэтому отвечать в плоскости заданного вопроса про паразитов, про глистов, про каких-то коровников, я бы не стал просто привязывать такой низменный вопрос к такой священной и благородной теме. Авторитетнейшие палеонтологи мира говорят, что нет ни одного вида, происхождение которого прослеживалось бы в геологической летовице. Конкретно еще вы меня перебили сейчас. Я сейчас буду долго перечислять. Нет происхождения... Ссылку, блядь, кидай. У трилобитов кембрийских. Вообще, понятие кембрийский взрыв, это чудесно. Реально ссылку, блядь, кидай. Пельшественников у губок, у морских звезд, у кораллов, у двостворок, у человека, я скажу, в том числе. Так, у человека, наоборот, кости человека изучены вообще лучше. Ну, окаменелости человека изучены лучше всего просто. Их пипец, как много. Ну, я не знаю, половина, не половина, но, наверное, четверть всех ископаемых, которыми вот-вот-вот-вот крутят палеонтологи, шмалилонтологи, археологи, хуёlogи. Это кости человека, скорее. То есть, окаменелости, кости и всякая вот эта херня связаны прежде всего с человеком, но потому что человека изучают лучше всего. Есть даже целая отдельная дисциплина по антропологии, которая очень популярна. относительно популярна. Так что тут с человеком лучше вообще не заикаться. Особенно, когда ты против антрополога вроде бы, да, Соколов же он антрополог, ну или он дружит с антропологами. Пятуй со всеми остальными, вы меня поняли. Нет, они вдруг появляются в летописи геологически неожиданно и уже дееспособные. Уже способные летать, плавать, прыгать, бегать, пожирать, размножаться и прочее. Нету ни до рыб, нету ни до птиц, нету ни до вообще, ни до морских звезд. Понятие кембрийский взрыв. По поводу кембрийского взрыва, это вообще проблема из 19 века. Потому что уже, думаю, стоит идиокарская фауна, которая предшествовала. Которая предшествовала. Что там были, сраматолиты были? Нет, нет там разнообразные мягкотелые организмы, среди которых прослеживают. Никого. Ну, почитайте, погуглите. Птицы и рептилии должны быть переходной формы, и они есть. Их нет, друзья. А вот между птицей и моллюском, их действительно нет. Их нет. Давайте посмотрим вот на этот. Да в смысле, чувак, нет. Скорее всего, есть. Здесь Соколовой имеет смысл доверять этих окаменелостей как говна, короче. Серьезно. Ну, блин. Лол. Это вообще никто. У них силы не города. Чувак, нахуя закапываться? Ты прочитал где-то в интернете у какого-то сраного креациониста, который нихуя не знает, который нихуя данные свои не вымерял, который нихуя не смотрел, что делают биологи, и который решил просто сказать, нет, ничего не нашли. И все. Мы на это же были зрители, поверьте мне. Да, конечно, батюшка не должен быть компетентным и мега крутым в дискурсе про эволюцию. Ну, нахуя его вообще позвали, понимаете? Ведь должны же быть какие-то креационисты, которые на этом съели собаку. Должны быть креационисты, которые реально пишут книги, в которых они разбирают все имеющиеся факты или хотя бы большую часть из них. Отвечают хотя бы на большую часть аргументов сиентистов. Понимаете, в чем дело? А они берут просто рандомного пастора какого-то, с хуй пойми, из какого-то там деревни, который хуйню какую-то городит. Это же странно. Здесь проблема в том, что либо они сами его подобрали сюда, либо еще какого-то дебила. Ну, то есть, сами ребята подобрали хуй пойми кого. Не сильного оппонента, а идиота. Простите, пожалуйста, пастор. В этой теме вы идиот как бы. Ну, вот что поделать. Они со своим мнением останутся после программы, но для этого надо ее закончить, для этого нужно перейти, друзья. Какие-то, блядь, ссылки откуда-то. Сколько ссылок было? Сколько ссылок на статьи? Стать на ссылки нужны, чувак. Ты говоришь что-то, какие-то палеонтологи что-то тебе говорят. Где они тебе говорят, блядь? Они тебе в постели шепчут, когда в жопу ебетесь, там, я не знаю, или вы где там курите, когда водку пьете, может быть, где-нибудь, там они тебе шепчут. Все это неправильно. Все, мы все врем. Мы все врем, зайка. Нет, если это не так было, если это было в статьях, каких-то реальных научных материалах, блядь, ты приходишь с ссылкой. Все. Ну, ну нет, просто смотрите, в чем дело, крошки. Он делает заявление за других людей и не приводит ссылку. Хотя эта ссылка могла бы выебать в жопу Александра Соколова в прямом эфире, понимаете? То есть просто вот так вот бы его бы накуканило. Просто этой ссылки, наверное, и нет. Но если есть, если есть ссылки на многие статьи научные, реально палеонтологические, то можно Соколова вот так вот надрать неожиданно. Вот так вот, вот так вот, вот так, вот так. Короче, Соколов бы стоял, раком бы принимал просто. Был бы спермобаком, в который заливали без остановки. Но нет, он не принес ссылку. Ссылку он не притащил почему-то. Хотя заявление сделал громкое. За палеонтологов. Не за себя, не за свою религию, а за палеонтологов, за другую группу людей. Они ему где-то там прошептали. В кровати, видимо, я не знаю. Это был второй раунд. Продолжаем большие дебаты. Дорогие друзья... В конце себя закопал. По-моему, можно оплатить по карте God Hatred Desertum. По-моему, можно. Но мы уже скоро собираемся уходить, на самом деле, потому что мы здесь долго не продержимся. Нам надо досмотреть это видео и уже бежать смотреть все, что заказали. Третий раунд в эфире. Это большие дебаты. Мы говорим о создании мира с точки зрения эволюции и с точки зрения религии. Итак, сейчас у нас третий раунд посвящен мифам. Я вам говорю миф. Просто озвучиваю. И вы говорите, это а, миф или не миф. А дальше, собственно, ваши комментарии по этому поводу. Сейчас на экране, дорогие друзья, мы видим череп так называемого пильдаунского человека. Его обнаружили в 1912 году и предъявили в качестве так называемого недостающего звена эволюции. Однако через 40 лет выяснили, что это подделка. Как вы заебали с этим пильдаунским, блядь, человеком. Просто уберите эту хуйню расфоршенную. Вероятно, археолог-любитель Чарльз Доусон приделал к черепу современного человека челюсть орангутанга, слегка ее подпилив и подкрасив. С тех пор ходят слухи, что многие из антропологических доказательств эволюции тоже подделки. Так ли это? Александр. Ну, во-первых, что я хочу сказать, во-первых. Во-первых, что я хочу сказать, во-первых. Во-первых, эту хуйню вы расфорстили уже миллиард лет назад и похуй. Скорее всего, некоторые антропологические находки подделки. Безусловно, скорее всего, подделки. Так, почему-то Сбербанк Онлайном нельзя оплатить, Биткоином, Пейпалом нельзя оплатить. Так, можно показать больше способов оплаты, но, по-моему, все они запрещены. Виза. Вы с визой можно оплатить. Визой можно оплатить и давайте перейти к оплате. Я могу ли я оплатить визу? С самого начала появления на научном небосклоне пилдаунского человека далеко не все ученые были в восторге от него. Я хочу сказать, что советские антропологи, например, с самого начала очень сильно в нем сомневались. Все могу оплатить. Хотя, потому что он не был похож на другие реальные находки, которые были сделаны к тому времени. И вот интересно, что разоблачен пилдаунский человек был в середине 20-го века. Почему? Потому что появились те самые методы датирования, которые позволили определить возраст этой находки. была, возможно, подделка в начале 20-го века. Потому что наука эта еще находилась в такой младенческой стадии и не было надежных методов для исследования ископаемых. Как только они появились, это сразу же всплыло. И с тех пор такие случаи они практически... Кстати, если мы верим в религию, если мы верим в изменение законов природы и прочую хуйню, неожиданно окажется, что эти надежные методы проверки ископаемых и так далее, и так далее окажутся не такими уж и надежными. Более того, они могут начинать противоречить истине самой по себе. Если мы допускаем, что некие сверхъестественные магические силы, включая Бога, могут воздействовать на мир, менять законы природы, влиять на конкретные окаменелости и еще что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. То есть надежные средства проверки оказываются ненадежными. Неизвестно, потому что вы можете подделать форму, но вы не можете подделать изотопный состав. Вы не можете подделать ДНК, а сейчас уже работают ископаемые ДНК. Вы не можете подделать микроструктуру, сейчас останки эти следуют с помощью микротомографа. Поэтому вот ученые делают находки, каждый год новые, а креационалисты продолжают рассказывать. Он создал окаменелости с ДНК, вот это я понимаю. Про пилдаунского человека, потому что больше рассказывать не о чем. Я в руках деру забавную книжечку, автор Сергей Головин, «Эволюция мифа, как человек стал обезьяной». Я читал. И там две, многие читали, там два замечательных разворота есть, потом покажем. Давай сейчас покажем. Нет, да. Значит, там есть такое эволюционное предложение, гипотеза. Рама-питек, потом Австралопитек, Гесперопитек, Питикантроп, Синантроп, Иоантроп, Неандерталец и Человек. Это начало книжки. А в конце книжки та же самая картинка с перечеркнутыми. Так, источник этой картинки. Куда он взял? Рама-питек, если закончил, я отвечу. Рама-питек, вымершая обезьяна. Австралопитек, вымершая обезьяна. Гесперопитек, фальсификация. Питикантроп, некорректная интерпретация данных. Охуенно чё, да? Просто какой-то рандомный дед пишет, что это некорректная интерпретация данных. Хуйня, хуйня, хуйня. Ну, всё, поверили. Поехали, заебись. Принёс какую-то детскую брошюрку и давай показывать её. Кайф. Кайф просто. Молодец, дедушка, ты топчик. Тоже Дед Душарден. Иоантроп, фальсификация. Неандерталец, Человек, Человек, Человек. Поэтому вначале были обезьяны, с этим никто не спорит. Вот они, симпатяги. А, это кто? Это человек. Вот это кто? Это обезьяна или человек? Я не знаю, но это можно определить. Это божье творение, которое является, ну, скорее всего, это обезьяна. Да, нет, это Хомо. Может быть, Хомо? Здесь я простите, не буду. Ноу Хомо, ноу Хомо, ноу Хомо, ноу Хомо. Ха-ха-ха, ноу. Сейчас вам это самое. Это Хомо, сам ты Хомо. Вы абсолютно доверяете этой книге? Я, как пример, её... Да, вы абсолютно доверяете этой книге? Да, конечно, я абсолютно доверяю этой книге. Пиздец, блядь, достал хуйню из жопы какую-то. Просто круто. Я держу взгляда на эти дела. Ни в какой другой отрасли научной не было такого обилия фальсификаций, такого обилия фальсификаций за 20-й век. Во-первых, схема, которая изображена в этой книге, ни в одной научной работе в реальности не существует. Потому что эволюционисты её не приемлют. Потому что автор её придумал. Что автор, блядь, её с головы нахуй придумал? Ты детская брошюрка, чувак, лол. Думал. Нет, потому что эволюционисты её не приемлют. а почему я должен приемлить ложную схему, которая никогда не существовала в реальности? Ни в какой книге, ни в какой научной работе вы не найдёте схему, где бы присутствовал Гисперопитек. Гисперопитек, это была, во-первых, не фальсификация. Герпесопитек. Это была ошибка, которая была разрушена через несколько лет. Просто автор её некорректно интерпретировал находку. И это было быстро вскрыто. Никто никогда в эволюционных схемах Гисперопитека с тех пор не использовал. А куда Синантроп делся? Синантроп никуда не делся. Я, кстати, не взял муляж Синантропа. Но Синантропов прекрасно изучали и продолжают изучать. Потому что с тех пор... Вы хотите сказать, что коллекция пропала? Да, она пропала во Вторую мировую войну. Но с тех пор в Джоукове Дяне были сделаны новые раскопки. Ну, потому что Гусарь что-то исследовал, и у него по-разному получалось это, соответственно. Я не знаю, почему он разные термины трактует одними и теми же словами. Ну, то есть, почему это так происходит? Ну, такое... Новые находки. То есть, например, фрагменты одного из утраченных черепов. Да, ну, дед, я бы не сказал, что он мой друг или враг, или союзник, но дед в данном случае... Ну, мне тоже оппонент с точки зрения христианства, с одной стороны, но он очень слаб. Он очень слаб. Нам, антисиентистам, надо становиться сильнее. Потому что иначе нас сожрут заживо. Были найдены китайцами. Уже недавно в подвалах музея в Швеции, если не ошибаюсь, куда вывозились материалы раскопок Джоукова Дяне, были найдены зубы Синантропа, которые, видимо, вот как вывезли, так они там и лежат. Может быть, эта коллекция найдется. Вот, но никаких оснований утверждать, что Синантропа эта фальшивка... Кстати, если что, из антисиентистов и христиан одновременно мне Сандро Пантелеев очень сильно импонирует. Это человек, который умеет хорошо беседу вести, это во-первых, а во-вторых, он достаточно умен, у него достаточно ловкий ум, чтобы, ну, трикстерить классно и очень тонко. И в этом смысле он, конечно, тащит во многом и харизмой, и аргументами, и какими-то другими вещами. И может подколоть оппонента так, что, ну, незавидно станет оппоненту с его биологизаторством, особенно если оппонент не очень умный. Между прочим, там были найдены черепа Homo sapiens, которые любят вспоминать коллекционистов, когда им нужно поговорить, что Синантропы это обезьяны, которых ели люди. Так эти черепа тоже были потеряны тогда же, потому что была война. Ну и что? Потому что было куча случаев, потому что это не фальсификация, это раз. Во-вторых, фальсификации случаются в любой области науки. И не только. Например, радиоглеронный анализ был, например, использован для разоблачения такой известной фальшивки, как Тулинская плащаница, например. Из этого же не следует, что все христианские святыни подделки. Да, такой случай был, но с середины 20 века прошло множество времени, методы исследования этих находок усовершенствовались на многие порядки, и сейчас повторяю, просто повторение такой истории, оно невозможно. Схема, которую вы привели, она просто выдумана автором. Если вам нужна схема современная, вы мне напишите, я пришлю вам ссылку. По каждому пункту он говорит. Друзья, отвечаю на вопрос. Продвигаемся к следующему мифу. В 12-м году, в 1900, проповедница Элизабет Хоуп заявила, что общалась с Дарвином, и он якобы отрекся от своей теории. Миф или правда? Даже, блядь, если бы, даже если бы отрекся, ничего не значит. Вообще ноль. Ваш версии. Поебай. Ну, это известная байка, которая поеб... Ну, байка не байка, вообще плевать, что там было. Даже если отрекся, даже если сказал, что он верующий, и мир произошел там 5 секунд назад, это не значит вообще ничего. Ну, бывает. Явилась действительно через, условно говоря, через 20 лет после смерти Дарвина Элизабет Хоуп действительно была такая баптистская проповедница, которая приехала в США, и там в одном из баптистских журналов рассказала такую историю, будто она приходила в гости Дарвина, он сидел с Библией на коленях, там, рыдал, и они очень мило побеседовали. Иисус Христос через 10 минут после смерти отрекся от христианства. И все такие отменяю. В дальнейшем родственники Дарвина, когда их спрашивали об этом, они заявили, что Элизабет Хоуп никогда их дом не посещала. Сам Дарвин никогда, особенно в последние годы своей жизни, не высказывал никаких сомнений в верности своих идей. И когда мы читаем его дневники по автобиографии, мы там ничего из этого не видим. Так что это, скорее всего, просто анекдот. Еще один есть, я не знаю, вот это уже миф не миф, но я тут, наверное, употреблю это выражение аккуратно и говорят что папа римский принял теорию вольт да увы и окончательно отпал от христианского мировоззрения через то что побудило как вы думаете отец побудило я думаю что это печальное явление называется апостасией то есть отхода от верности церковному учению под действием ну давайте так апостол павел отрекся от христианства в конце жизни есть достоверные есть достоверные в общем-то источники которые говорят что апостол павел в конце жизни отрекся от христианства и все таки оооо о май гад влияние мира сего который лежит возле всего лишь на всего мир си вот этот мир который добил на него не является ли повышенное изучение этой теории и уже неопровержимые доказательства следствием того что пришлось называть папе римскому согласиться конечно нет ни одного доказательства что мы сегодня еще не услышали поэтому и папа римский мог бы проявить оппозицию более христианские такую последовательно взвешенной папа может папа может все что угодно отказаться от христианства мартышек любить папа может папа может все что угодно только богом только богом не может быть только богом только богом не может быть ладно простите и не отрекаться от своего наследия и действовать по святым отцом этого не случайно давление давление мира сего да потому что хочется дружить там с академией наук вытеком почему хочется да это неплохо но просто когда эволюционисты когда эволюционисты оккупировали и других точек зрения как научных не предоставляют очень очень трудно нету в том числе что называется территория поступил как мудрый человек александр это очевидно он поступил как человек который уже не может закрывать глаза на реальность то есть для религиозных различных конфессий для религий вообще для них если они смотрят в будущее у тебя тоже религиозное воззрение ты считаешь что твоя теория это реальность все думают о пастве будущей своей о детях которые придут к ним в ту или иную церковь или не придут они не должны поворачиваться спиной к реальности и к тем что ты взял что это реальность скалов так и что позорище но противник у него еще более слабый к сожалению поэтому здесь соколов скорее побеждает чем побежит проигрывает с другой стороны доказательств предоставлено нам не было на данных дебатах никаких четких достаточно увесистых и абсолютных доказательств эволюции нет то есть эволюция все еще теория и теория хорошая но теория фактом который дает наука то есть в данном случае мы видим как раз позицию противоположного когда происходит игнорирование фактов и это какой же факт я проигнорировал назовите какой факт я проявляю отец константин вы лукавите сейчас мои ответы вам не нужны я читал вашу наука наук это же вера подруг дружище сорян сорян но это совокупность убеждений просто исходящих из определенной методологии чё что делать то вам наука не нужно он тебе может сказать также вам религия не нужно сошлись два религиозных человека докажи что наука это абсолют что наука с точностью доказывает свои положения никаких сомнений у нас в этом нет что другие альтернативные выводы не имеют никакого значения что другие альтернативные теории вообще незначимы по сравнению с наукой что наука их все должна уничтожить докажи это докажи с абсолютной точностью что никаких альтернатив науки нет быть не может и не должно никогда их возникать больше докажешь это все окей науку мы принимаем и преподаем в школе безальтернативно не докажешь но ты просто религиозный фанатик в таком случае который верует в то что не может доказать все попал римский признал тебя точнее такая цитата признали что это факт это печальный факт печальный горе если обсуждаем горе если кто-то из православных иерархов последует этому предпринимать что такие есть и они приходят к нам на мероприятие и общаюсь батюшками интеллигентными образованными которые с интересом задают вопросы которые читают книги научные например у меня было общение с сельским батюшкой молодым он закончилась фак он интересуется я ему подарил свою книгу на рекомендовал библиотеку духовной академии то мой взгляд это правильно таким верующим таким деятелям духовенства я отношусь большим уважением я надеюсь что в россии но проблема заключается в том что такие деятели духовенства они собственно противоречат либо христианство либо науки ну смотрите да даже если они допустим доисты в общем смотрите да единственный способ избежать противоречия между христианством и наукой чтобы не христианство науки не мешало своим вмешивающимся чудесами в законы природы богом и наука христианство не мешало да никак своим требованиям к естественности единственным способом как-то это все без противоречий урезонить решить является дэизм христиане вроде бы не дэисты дэистическая трактовка христианства но вроде бы ни одной церковью не признается в полной мере взаимное уважение взаимное уважение это обязательное условие нашей программы мы продолжаем этом третий раз мы заканчиваем переходим четвертом раунду я забуду задавать вопросы нашим гостям это большие дебаты и четвертый раунд продолжаем разговор сейчас наши гости уважаемые ответят на мои вопросы александр вопрос вам если мы действительно так вот произошли от животных у нас есть некие общие предки и ну тогда может быть нам и жить по тем законам вот и спать ну вот как есть понятие традиционное понятие так называемого естественно отбор выживает сильнейший правильно подходит вам чё с ножом и говорит знаешь что ищи ну ладно выживает он ты выживай наиболее приспособлен наиболее приспособленный вот подходит человек говорит я с ножом в руке я получаюсь наиболее приспособленный в данной подворотне да и в общем то хочется как-то в эту секунду подумать не 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 ребят конечно эволюция в целом конечно да в целом конечно да просто сейчас современная человеческая среда с ее этикой моралью естественными правами в кавычках она не позволит человеку так сделать то есть его приспособленность она не будет приспособленностью потому что человек в тюрьму отправится его увезут на воронках он пойдет прочее сюда правильно вася выживает наиболее выживаемый но выживает тот кто выживает просто но чтобы нам жить как-то дальше может быть нам стоит взять отсюда немножко и не пытаться людям рассказывать что побеждать должен сильнейший все таки на потому что мы же все-таки люди опять же к разговору о том о чем говорил отец константин я пытаюсь вас поставить в неудобное положение поймите мою задачу ведущих я понимаю отвечать хорошо если бы это простите пожалуйста александр соколов простите пожалуйста вот я немножко вот тут вот так вот вот подыграю я может быть не хочу вас подставить вот неудобное положение но вывод пожалуйста но вот пожалуйста ну вот простите меня я вот сейчас попытаюсь как ведущий немножко острее знать но вы же понимаете что я как бы за вас мой господин вы же понимаете мы господин я абсолютно вам короче верен я ни в коем случае не предаю теорию эволюции никогда я верую верую всеми силами ну вот пожалуйста уважаемый ну вот ну вот не надо ну не надо пожалуйста но вот только караболу на меня не пускайте псевдоученые меня пожалуйста не называйте но вот только пожалуйста не надо меня на вашей вот этой вот вот этой передачи антропогенез точка ру ну только не это но и вот я вас умоляю пожалуйста ну то есть когда перед дедом она что-то ему какие-то комментарии выдавал он так не извинялся заметьте заметьте друзья видите он здесь выразил определенными фразами свой пиетет это 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 психологически очень важная штука если что единственным источником морали было бы религия мы там наблюдали бы некую статистику то есть условно в тюрьмах сидели бы атеисты мы на самом деле такой статистики не видим не в тюрьмах сидят те кто сидят в тюрьмах потому что законы не всегда связаны с моралью хотя они редко связаны из тюрьмах сидят православные католики мусульмане но в тюрьмах в тюрьму тебя могут посадить например за то что ты каким-то неправильным расставчища стом занимаешься продаешь там квартиры например а в христианстве допустим нет никакой моральной позиции по поводу того продавать квартиры или нет законы могут носить чисто не только да законы могут носить не только моральный характер но и экономический характер ну например если заработаешь слишком много денег и не будешь отдавать государству определенную сумму этих денег тебя посадят ну причем нет ничего морального в том чтобы не отдавать деньги государству нет ничего морального в том чтобы не платить налог нет ничего морального в том чтобы ну вот вот как-то вот с деньгами манипулировать не так государство тебя хочет но ты можешь оказаться в тюрьме все равно будучи моральным верующим замечательным хорошим красивым, христианином и так далее. Никакой закономерности такой мы не видим. Более того, религиозность разных стран никак не коррелирует с уровнем преступности. Зато есть другая корреляция. Так, уровень преступности, религиозность и этика, несколько разные вещи. Я, в принципе, допускаю, что может существовать радикально этичный убийца, ну, который просто взял, так убил, раскаялся, неприятно, ужасно, но он очень моральный при этом человек. Вот он как раз из-за своей моральности тотальной может и убить кого-то, но там жена его ему изменила. А он, ну ты сволочь, прелюбодеяние совершил, ты испортила свою душу и Господь Бог больше не примет тебя в рай. И мы не сможем провести там самые лучшие дни нашего бесконечного бессмертного бытия. Бог оживит тебя не здесь, не в нашем Эдеме раю, в бессмертных телах. Он отправит тебя в ад и ты умрешь там. Ооо, я убью тебя лучше сам, аааааа, ааааа, там какая-то хуйня такая пойдет. Ну, то есть он вполне, христианин, может из вполне моральных побеждений убивать другого, убить другого человека. Ну, не всегда, но иногда. Атеистов больше среди образованных людей. И почему для меня единственной причиной вести себя как цивилизованная... Стоп! Атеистов больше среди образованных людей, а вот среди образованных людей больше атеистов? статистика и культурный хороший человек должна быть боязнь некой божьей кары я в тюрьму можно попасть вообще по многим как бы категориям так что здесь это не одно и то же морали тюрьма разные вещи тем более морали разные бывают и разные законы бывают и далеко не всегда все это связано в любви я понимаю что не нужно никого убивать не нужно грабить более того я даже ну как же убийство грех христианстве нет не грех если вы убиваете христианина правоверного своего друга тогда грех а вот на войне убивать за бога и не не всегда грех то есть данное правило может трактоваться по-разному не убей проб вот это вот заход с не убей он обычно большинством христиан не трактуется как не убей вообще никого никогда ни при каких условиях не убей во первых человека не убей это раз животные пошли нахуй короче животные уже выпадают из не убить да животных убивать можно вполне из не убей выпадают соперники оппоненты которые на вас нападают в том числе в по ну они на них можно убивать тоже да и не христи которые притворяются христианами в принципе можно убивать приветствую угнетатель рад видеть так что христианство здесь довольно но такое шаткое понимаете не убить не убить своего друга в общем не христианина брата есть приносить какую-то пользу обществу например я борюсь с лаженаукой и делаю это бескорыстно кроме того cancel cancel отменить отмена а с чего вы взяли что у животных все дозволено это вовсе не так например у волков некие правила можно назвать их моральными какими другими они гораздо более строгие чем людей да ну нахуй что волк никогда ради удовольствия не убьет кого-то из своего племени чего мы и религия совершенно не причем вопрос такой вы верьте волков более строгие этические правила лол лол блин нет совсем ну как мы смотрим в каком смысле верите ну верю в том смысле что много сущностей тонких есть вот так демонологии если пойти которые за пределами земли там они могут летать и прочее но в тех которые описаны как предметов сергей пишет волков даже есть свои философии логии то конечно нет а вот у нас существует космическое пространство можно быть первым существуют планеты конечно то и дело открываются новые мы их обнаруживаем да да это все тоже было создано 7000 10 тысяч лет назад ну конечно 7 с половиной включая туманность андромеды вся вселенная вся вселенная и в этой вселенной во всей вселенной ничего кроме той точки где мы с вами находимся с точки зрения жизни созданы не я спрашиваю как я не знаю как я в этом убежден есть основание духовное это будет я вот есть вопрос да нет то конечно да то есть если например существует факт что метеорит который прилетел с марса его взяли значит начинается его снимать слои и обнаруживают там за такие заклицинированные бактерии которые когда-то были живы как к этому относиться как ошибки но мы можем бактерии жизнью не считать то есть слово жизнь это крайне тотальная абстракция которая вообще упирается в предел некие человеческой мысли и мы можем вынести бактерии за определение жизни вполне и считать что не 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 нифига они не живы это просто бактерии во первых это не факт а некоторые так сказать очень сомнительное утверждение но это может все что угодно любая тогда вопрос не надо вокруг себя изучать зачем бог дал нам такую возможность дал нам познание мира познание это одна из функций которые нас уподобляют самому творцу который знает все все невозможно и боже отражается возможность познания сила изучать нужно мир изучать мир изучаем группа физику часаなんだ конечно болезнь изучать на человеческие изучаем славу богу александр флеминг изобрел пенициллин знает как бактерии убивать с помощью грибка часть науки мы изучаем почему пенициллина изучать 5 не часть науки проблема в том что эта практика эта медицина это не часть науки пенициллин надо изучать, потому что он прям помогает. Прям помогает в определенных условиях настолько сильно, насколько только можно. А знание о трилобитах не помогает, по большей части, например, да. То есть у науки, как дисциплины, исследующей что-то, у нее тотальное преобладание знания над практикой. А в практических дисциплинах наоборот, тотальное преобладание практики над знанием нам мы делаем ради практики. Мы делаем ради того, чтобы нам было хорошо, полезно, чтобы мы там дольше жили, чтобы там еда в микроволновке разогревалась, там и так далее, и так далее, и так далее. Мы делаем ради чего-то. Мы что-то делаем ради чего-то, соответственно. Болезни надо изучать? Физику надо изучать? Виды изучать не надо? Виды тоже надо изучать. Только не нужно. Виды надо изучать, только эволюция не есть виды. Нужно привирать к изучению видов, что они эволюционно друг от друга происходят. Если на это нас толкает практика, что с этим делать. Эт не практика толкает, это теория толкает. Но ведь не практика. Так мы, конечно, толкает нас идеология. Ну, не антибиблейская идеология, научный метод отчасти толкает. Вопрос, правда, правильный ли, научный метод или неправильный, мы можем задавать без стеснения. Мы можем задавать вообще множество вопросов науки, так что тут эволюция не единственный возможный вариант. Смотря какой методологии мы придерживаемся, смотря какие установки, установления метафизические мы допускаем или как наука не допускаем метафизические установки, это тоже метафизическая позиция. Отсутствие метафизики это тоже метафизическая позиция в данном случае, исключение метафизики из нашего рассмотрения. Такая метафизика, в которой нет метафизики, в которой вместо метафизики пустота какая-то. Ну ладно. Антихристианская идеология. Но идеологию я такую не приму, пока я священник и нашел этот крест. Хорошо. Значит, друзья мои, мы практически подошли к финалу. Камерных вопросов так уж получилось у меня, на вас, может быть, на всех не хватило, но я хочу, чтобы вы сейчас постарались, где-то примерно за минуту, за полторы, в конце нашей программы подвести итоги, чтобы наши зрители наконец-то хоть какую-то сторону приняли. Пожалуйста, кто начнет? Отец Константин. Я благодарен устроителям этой передачи, что дали возможность ответить на некоторые вопросы, не на все, которые я хотел, но тем не менее. И утверждаюсь в неземлемости той позиции, которую я и пытался защищать. Главная слабость эволюционистской позиции, позиции моих оппонентов, заключается в следующем. Они не могут ответить на три вопроса. И самая главная слабость моих оппонентов заключается в том, что они не могут ответить на три вопроса. Сколько было самолетов во время военных действий в Перл-Харборе? Сколько самолетов было, блядь! Это классика. Это знать надо. Это знать надо. Это первый вопрос, соответственно. Второй вопрос, второй вопрос. Сколько денег, в общем, у этого, как там его? Тинькова обязательно надо узнать нам срочно. И третий вопрос, третий вопрос. Самый важный, самый важный. Почему вы, блядь, христианство не поддерживаете, а, суки? Три вопроса, отвечайте. На ответ дается пять минут. Как эволюционным путем развивались мир, имея свое начало, когда не было вещества, времени, материк, вдруг стало? Второе. Эволюционисты не смогут ответить на вопрос. Эволюционисты не должны отвечать на этот вопрос. Могли сегодня. Как возникает живое из неживого? Они пытаются ответить на этот вопрос. Это исследование научное ведется на этот счет. Ну, то есть, в принципе, ряд теорий уже достаточно мощных есть. Почему бы и нет? Фрэнсис Крик, нобелевский лауреат, который расшифровал систему ДНК первой, сказал, что появление жизни это чудесный процесс, который... Бля, кто-то где-то что-то сказал, что-то чудесный процесс там и так далее, так далее, так далее. Боже, да черт возьми, чувак, лол. Ты берешь, не знаю, высказывание какого-то деда из, не знаю, прошлого века, который произнес его хуй знает когда и хуй знает в каком контексте, и просто цитируешь и к своей позиции подводишь. Это просто гениально. Ты монстр просто. Аргументация разъебал всех. Объяснить в течение науки он, как первый открыватель, и вы, великий ученый, не смог. И третье, и последнее. А, он как первый открыватель что-то объяснить не смог. Охуеть. Кто бы мог подумать, блядь, что он как первый открыватель что-то там объяснить не смог. Нифига себе. Мы тут смотрели мертвые черепушки, но никто не сказал и не сможет сказать, как из примитивных поведенческих форм на уровне инстинкта в человеке разумном у нас с вами возникают, скажем, абстрактное мышление, умение задавать вопросы. Вообще сама речь. Такие... Я, кстати, уверен, ведутся исследования в таком духе, какие-нибудь там, не знаю, живозвезд... звериная когнитивистика какая-нибудь, что-нибудь вроде того. Мозг, мозг, мозг и животных исследуют на разные функции, ищут сопоставления между тем мышлением, тем, тем, что человек делает, и тем, что высшие животные делают, скорее всего. Ведутся какие-то исследования. Вещи, которые связаны с духовным существом человека, а вовсе не с физическим происхождением. Благодарю за внимание. Отец Константин, Александр Борисович, Ваше слово, пожалуйста. Я просто хочу сейчас сказать, что те вопросы, которые озвучил мой уважаемый оппонент, он мне не задал. Вот, поэтому говорить, что я не могу на них ответить, наверное, тоже будет немножко лукавством. Я хочу сказать по-другому. У разных народов существуют различные легенды о происхождении человека. Например... Да, и у нас существует своя легенда о происхождении человека, и это эволюционизм. Всего доброго, Адам Варлок. При этом мифология – это неплохое слово, это реально означает, что у людей есть целостное представление о неком возникновении мира. Они считают, что это верное происхождение мира таким-то образом, или видов, или живых существ, да? Неважно, и мира, и живых существ, иногда это все в одном мифе собирается. Формируется некий образ в голове, как это происходит, некая совокупность перетекающих друг к другу событий. Но человек считает ее верной. Но при этом абсолютных доказательств нет ни у кого, в том числе у ученых. То есть наука здесь для меня становится в один ряд с мифологией. Просто это очень сложная, очень хорошо проработанная, уникальная, интересная, но мифология все-таки. Например, андаманты считают, что человек возник из бамбука. У одного танзанийского племени людей спустил на землю на паутинке огромный паук. Пигмеи Ака считают, что люди жили под землей, и их нашел какой-то никобрас, который тыкал землю палкой. А у индейцев на северо-востоке Африки у них люди возникают из менструальной крови, солнца. А еще у кого-то из тыквы, из золы, из птичьего помета или, например, из грязи, которую соскреб со своей груди один нечистоплотный бог, который не мылся 12 лет. Вот если мне выбирать какую-то из версий, мне больше всего нравится версия с дикобразом. Ну просто мне дикобраз симпатичен. Если же мы будем говорить про науку, то я должен отметить, что я уважаю моего оппонента за его принципиальность, но на мой взгляд принципиальность это достойно лучшего применения. Потому что игнорирование научных фактов в 21 веке это эволюционный тупик. Спасибо. Спасибо, друзья. Это были большие дебаты на канале Эврика. Ну проблема в том, что он факты по большей части, ну не игнорирует факты, он объяснение игнорирует. Немножко не понимает методологию науки, многие другие вещи немножко не понимает. Стоило бы разбираться, стоило бы читать, стоило бы как-то в это внедряться, если уж ты ходишь на дебаты по эволюционизму, по креационизму. То есть ты должен быть хорошим теоретиком креационизма, который еще и эволюционистов может разнести. Я просто сейчас сделаю очень важное замечание. Ни Соколов, ни Бурфеев не являются передовыми представителями своих религий, своих учений, своих верований. То есть Соколов это вполне так себе второсортный журналистишка очень низкого ранга. Он ни в коем случае не какой-то передовой биолог, не какой-то передовой исследователь. Это очень вторичный персонаж. Медийный, но вторичный. И не очень умный, к сожалению. Но он смог победить Буфеева, который, к сожалению, вообще за креационизм, видимо, не выкупает. И, по-моему, занимался критикой эволюционизма очень поверхностно, всегда, всю жизнь. Мы его уже видели на каких-то других передачах. В общем, дед не может. Дед не может в креационизм, дед не может критиковать эволюцию. Потому что для этого нужно очень большое внимание, нужно понимание методологии науки, нужно работать с многочисленными фактами, нужно работать с аргументацией своих оппонентов. Это довольно тяжелое занятие, на самом деле. Это довольно тяжелое занятие. И в данном раунде очень редко такое бывает, когда, ну, наверное, все-таки следует признать, что победили эволюционисты. Вот в данном споре. Потому что нередко эволюционисты недооценивают своих оппонентов и проигрывают. Просто потому что халатно относятся к подготовке. Опять эти черепа из штанов достают. Эти черепа, ну, для их оппонентов ничего не значат. А более глубоких утверждений обычные эволюционисты и не предлагают. Черепа из штанов, упоминание генов и на этом все. Но в данном случае этого хватило, по большей части. Дед не додавил ни в одном аргументе. К сожалению, это все очень печально. Через мгновение, друзья, в эпилогии вы узнаете, кто победил по мнению редакции. Я призываю вас оставлять комментарии к нашему видео. Ой, по мнению редакции-то я даже не знаю, кто победил. Положать спор. Это была программа большая деба... Соколоп победил, даже если бы дед голым танцевал. Ой, наоборот, даже если бы дед доказал креационизм абсолютно и истинно. И у никого бы сомнений не было в этом. Увидимся, пока. Происходить от обезьяны человеку как-то непрестижно. То есть хочется каких-то более благородных предков. Это куча каких-то черепов. У них нет ни этого древа изящного, ни какого-то родственного отношения. Мы не находим, например, гибриды человека и осьминога. Я бы не стал просто привязывать такой низменный вопрос к такой священной и благородной теме. Наука, она не ставит себе целью удовлетворять чьи-то амбиции. Может быть, это нужно для ума, может быть, для прямохождения, может быть, для чего-то еще. Тут, так сказать, ученые отвечают и на такие вопросы. Это не ответ, это уход от ответа. Сегодня дискуссия была двойна одного. Поэтому ведущий и мой уважаемый оппонент, они как бы представляли лагерь эволюционистов. Мне приходилось представлять другую точку зрения. Чувак, не оправдывайся, ты просто не занимаешься профессиональным креационизмом. Вместо тебя на этом месте должен был быть другой человек, который реально в чем-то бы разбирался. Ну и по-хорошему, вместо Соколова должен был быть более серьезный специалист непосредственно в теоретической биологии. Такую библийскую, светоотеческую. Поэтому не все мои заготовки, не все вопросы, они прозвучали. Я не мог некоторые вопросы, которые я планировал и думал задать. Похоже, то же самое было и с Александром. Вот, с которым мы дискуссию свели, он сам признался, что не все вопросы поставил. Друзья, мне на самом деле понравилась наша сегодняшняя дискуссия. Конечно, мы не успели поговорить обо всем. Конечно, порой у нас был такой эмоциональный накал. Но мне кажется, что при этом мы сохраняли взаимноуважение. И я призываю уважаемых зрителей не верить мне на слово. Потому что наука, она чем отличается от... О-о-о-о, пошла, блядь, спекуляция. Наука, блядь, отличается от всего остального, потому что вы не верите мне на слово. И-и-и-и, блядь, наебал. Да, как обычно. Ну, то есть, вот от спекуляции пошли. К догмам верить ученым на слово не надо. Думайте, читайте, смотрите. Ну все, я думал, читал, смотрел и пришел к тому, что эволюция абсолютно сомнительное предприятие. Прости. Размышляйте. Я поразмышлял и пришел, что вот эволюция вообще не обязательно. Прививайте вашим детям критический взгляд. Во-во-во, мне привили критический взгляд. Я очень критично подошел вот к вашей эволюции, к вашей деятельности вообще всей научной. И я считаю, что она мало отличается от того, чем занимаются религиозники. Религиозники очень подробно разрабатывают свои темы, вы очень подробно разрабатываете свои. Но вас, конечно, значительно больше, чем религиозников. Ну, в смысле, ученых значительно больше, чем реально разрабатывающих христианскую концепцию попов. Значительно больше. То есть реально работающих внутри той или иной догмы людей. И в данном случае, конечно, да. На окружающий мир. Спасибо. Да, прибудет с нами сила настоящей науки. По мнению редакции, в этих дебатах победил Александр Соколов и его точка зрения. У человека и у обезьяны были общие предки, и все живое на земле произошло и развивалось путем эволюции. Кто мог подумать? Кто мог предположить?